Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Накал страстей под стенами Верховной Рады уменьшился. Столкновения прекратились, но митинг продолжается. Ранее, во время противостояния сотрудниками МВД, столбы в их сторону бросили боевую гранату. В результате взрыва пострадали около 50 человек. В основном военнослужащие Национальной Гвардии. Один боец погиб, получив ранение в сердце. Есть пострадавшие и среди митингующих четверо раненых в тяжелом состоянии. Всего в стычках ранения получили около 100 человек. Бросавший взрывное устройство задержан. Сейчас правоохранители устанавливают его личность. Напомню, протестующие собрались после того, как Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию о децентрализации власти. Демонстранты посчитали, что они уже закрепляют положение об особом статусе Донбасса. Напомню, они вступят в силу только после ухода агрессора. С этих территорий будут действовать временно. Глава Совета Европы Турбьорн Ягланд приветствовал голосование в парламенте Украины в поддержку децентрализации. Он отметил, процесс реформ должен продолжаться. В свою очередь, один из украинских народных депутатов заявил, повторное голосование за поправки в Конституцию должно состояться в декабре. В Испании борются с лесными пожарами на северо-западе. Огненная стихия уже уничтожила 200 гектаров леса и вплотную приблизилась к жилым домам. Многие местные жители были вынуждены эвакуироваться. В Испании неожиданно мы обнаружили, что начался сильный ветер, а уже через 20 минут пришлось уходить. Сюда тут же прибыли пожарные. Они попытались остановить огонь. И это им частично удалось. Всех животных я убила подальше. По крайней мере, они не сгорят. По меньшей мере, один дом уже сгорел, но он был заброшенным. Точное число эвакуированных пока неизвестно. Распространению огня способствовал сильный ветер. Пламя охватило обширную территорию. Пожарные говорят, погода только ухудшает ситуацию. Сдержать огонь его будет непросто. Со стихией борются 20 бригад пожарных и значительное количество авиатехники. Американский штат Вашингтон тем временем постепенно теряет свои ледники. Это происходит из-за потепления климата. Недавняя экспедиция ученых продемонстрировала это наглядно. Подробности в следующем сюжете. Это гора Бейкер в штате Вашингтон. Одно из самых заснеженных мест США. Местные ледники постепенно исчезают. Семь из них уже расстояли полностью. Если нет возможности удержать ледник на месте, то нет никакой надежды. В этом году ситуацию усугубляет засуха на западном побережье США. Необычная теплая зима в штате Вашингтон привела к тому, что ледники не успели пополниться снегом и таять начали массы, которые залегали там веками. Если идти через этот ледник, который километр шириной, то примерно через каждые 20 метров видны вот такие маленькие ручейки. На протяжении всего лета круглые сутки он тает. Все это время он теряет свою массу и еще 50 лет он не протянет. Ученые пристально наблюдают за процессом производить необходимые замеры. Как ожидается, последующие зимы будут еще теплее. Мы впервые видим на этом леднике, чтобы снег покрывал так мало территории. Этот ледник питает реку Нуксак – ключевой источник воды для городов и фермерских хозяйств в северо-западной части штата Вашингтон. Ледниковые воды также являются жизненно важными для популяции лосося, на которую веками полагается местное индийское племя. Что касается воды, думаю, в будущем нам придется ее запасать. Подобная тенденция характерна не только для США. В последние десятилетия климат на планете стал теплее, и ледники по всему миру становятся меньше, отступают и постепенно исчезают. В спортивном комплексе «Диадора» в Рио-де-Жанейро открыли новый велосипедный трек. Его соорудили в преддверии Олимпиады 2016 года. На церемонии присутствовали спортсмены, глава организационного комитета Олимпиады в Рио и мэр города, который сам испытал новый спортивный объект. Комплекс включает трек для мужчин. Его длина – 400 метров, а трек для женщин – 350 метров. Но это не последний этап. Здесь планируют возвести тренировочную зону для новичков. Она будет в свободном доступе. Кроме того, построят и трибуну на 7,5 тысяч мест. Ее возведут прямо перед началом игр. Уже 3 октября на новом треке пройдет международный чемпионат BMX. На него приедут около 100 спортсменов из 30 стран. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова